МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новостью Дмуртии в студии Марины Симонова. И смотрите в этом выпуске. Не выдержало снегопадов и халатности. В Ижевске в жилом доме рухнула крыша. Ситуация на контроле главы республики. Когда придут обещанные 5 тысяч в пенсионном фонде, уточнили сроки единовременных пенсионных выплат. Новые строчки в платежках, коммунальные штрафы и способы сэкономить время и деньги. Какие изменения принес нам 2017 год? И три десятка художников украсит Ижевск крещению. В столице республики началась подготовка к фестивалю ледяных скульптур. Первая рабочая неделя Нового года началась с температурных рекордов. В Глазове сегодня из-за 40-градусных морозов было объявлено штормовое предупреждение. А ученикам начальных классов по всей республике сегодня разрешили остаться дома. Впрочем, вынужденные дополнительные каникулы будут недолгими. Как пережила Удмуртия рождественский мороз и прогнозы синоптиков в репортаже Елены Керна. Морозный гудок прозвучал в первый учебный день года для всей начальной школы. Из 600 учеников началки в 86-м лицее пришел каждый десятый. Мне мама одела тепло. И мне было тепло идти в школу. Не холодно и не жарко. Я хотела идти в школу. А почему? Потому что в школе хорошо, мне нравится учиться очень. По интернету нельзя с друзьями пообщаться. Нельзя учительницу увидеть. Ждали и приняли всех, кто пришел. С ними учителя повторяют пройденный материал. Основные домашние задания даются дистанционно. Их можно увидеть на сайте класса и школы. Все домашние задания дети и родители видят. Родители могут контролировать, как дети их выполняют. То есть задания на сайте есть. Последние температурные сведения из первых рук на сайте синоптиков Удмуртии. Удмуртский гидрометцентр. В минувшую ночь от минус 40 до минус 30 по республике. Особенно досталось северным районам. Удмуртия находится в зоне наиболее холодных низких температур воздуха в европейской территории России. То есть самые низкие отметки наблюдались по северу Удмуртии, в Пермском крае и в Хантамансийском автономном округе. То есть можно сказать, что сегодня в Глазове была одна из самых низких температур на европейской территории России. Минус 40 зафиксировано в Глазове, но уже во вторник будет на 15 градусов теплее. Резкие скачки температуры дают по январю среднюю температуру. Так что зима, говорят синоптики, не претендует на звание исключительной и аномально холодной. Но нынешние морозы убедили даже рыбаков. Вот смотрите, вот она камера у нас стоит. Доступ у нас есть по камерам, которые вдоль пруда. За периметром пруда наблюдают 9 видеокамер системы «Безопасный город». Угол обзора 360 градусов, дальность 3 километра. Вот виден шлакоотвал, излюбленное место рыбаков, на котором сегодня никого. Только после тщательных видеопоисков удается найти одну рыбацкую палатку. Между тем спасатели на недостаток работы не жалуются. Без работы мы никогда не сидим. Так или иначе дежурство у нас идет круглосуточно. То есть помимо пруда мы наблюдаем ситуацию и по городу контролируем. Выезжаем на выезда. Те же самые пожары, ДТП, обрушения. Ситуаций всяких разных много. Ожоговое отделение 1-й РКБ ожогов после новогодних салютов и фейерверков в этом году не зафиксировано. Зато глубоких обморожений часто до ампутации конечностей несколько только за минувшие выходные. В прошлых годах мы все-таки издавали приказ, что таких больных должны распределять по всем больницам города, по хирургическим отделениям. В этом году мы такой приказ не издали и вроде бы как справляемся своими силами. То есть все, кто с отморожениями есть, они все у нас. Спасатели еще раз призывают не рисковать и ограничить пребывание на улице. Уже 11 января к вечеру синоптики прогнозируют потепление до минус 6 градусов. Елена Керан, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня в Удмуртии начались масштабные рейды. Госжилинспекция республики проверяет, как управляющие компании убирают снег и налить с крыш жилых домов. Обильные снегопады стали причиной аварии в Ижевске. В городке Металлургов частично обрушилась кровля в 40-квартирном доме. И в морозы жильцы остались не только без крыши, но и без тепла. Ситуацию на контроль взял глава республики Александр Соловьев. Все подробности в репортаже Романа Вагинова. Рождественская ночь в этом доме по улице 50 лет в ЛКСМ 49 выдалась неспокойной. Незадолго до полуночи обрушилась часть крыши. Жильцы услышали сильный грохот и шум. Смотрели телевизор и что-то грохнуло. Я думаю, из соседей что-то мебель или что-то упало. Ну и спокойно, а потом вода побежала. Откуда? А скрыт с потолка, с угла. Как выяснилось, чуть позже сломалась несущая балка кровли. Она же повредила трубы системы отопления. В доме проживает 104 человека, в том числе 29 детей. Эвакуация жителей не проводилась. Крыша обрушилась под весом снега. С начала зимы ее ни разу не чистили, сообщили жители. Ситуацию под личный контроль взял глава Аутмурти Александр Соловьев. Мы договорились так, что ведут именно персонально, вот только по этому дому ЧАЭС, чрезвычайную ситуацию. И мы имеем право таким образом провести здесь капитальный ремонт крыши. Без проведения торгов и без всяких аукционов. И дальнейшие у нас таких домов здесь не один. Около порядка, говорят, 50, а может и даже больше таких домов. Надо сейчас провести ревизию вот этих всех крыш. Ну пролет очень большой, 12 метров. Этот дом попал бы в капитальный ремонт у нас по планам в 2023 году. Поэтому надо принять решение. На решение принято главой республики. И доведено будет до комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все отопление восстановили сразу. Вчера восстановили в течение 10-12 часов. Оно не выключалось, оно продолжало функционировать. Дом был построен в 1964 году. Таких пятиэтажек, где еще ни разу не менялась кровля в городке Металлургов, действительно не один десяток. За такими объектами управляющие компании должны следить намного пристальней. Халатность обойдется дорого, напомнили коммунальщикам госжилинспекции. Дом реально старый, износ крыши высокий. Мы все понимаем, что шалаш, он быстро складывается. И в этой связи вина управляющей компании в том, что она в полном объеме не работала. И мы в отношении компании возбуждаем сейчас административное дело. И будем ее привлекать к ответственности за нарушение лицензионного требования. На данный момент система теплоснабжения полностью восстановлена. Что касается управляющей компании, эта авария обойдется и в кругленькую сумму. Штраф может составить до 250 тысяч рублей. Роман Вагинов, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня сразу несколько республиканских ведомств подвели итоги новогодних праздников. Те, чьи показатели традиционно вызывают общественный резонанс. Самые знаковые цифры, сопровождавшие бой курантов в Удмуртии, обобщил наш корреспондент Дмитрий Вороновнин. Самые приятные итоги новогодних праздников подвели сегодня в Минздраве Удмуртии. За первые 8 дней января на свет появились 243 новых жителей республики, 124 девочки и 119 мальчиков. Это чуть меньше всего на 11 малышей, чем за прошлогодние каникулы. Но и данные цифры заявили в ведомстве очень позитивный показатель. На наш взгляд, неплохая демографическая ситуация. Количество детей чуть-чуть поменьше, чем в прошлом году. Но все-таки мы остаемся на цифре более 200 человек. Ну, что лидируют девочки, это уже последние три года лидируют девочки у нас. В сравнении с мальчиками по количеству. И тем не менее, первыми тремя новорожденными в 2017-м и все в Ижевске стали мальчики. Самый первый появился на свет в 0,50, 1 января в перинатальном центре. Второй в 1,50 в 5-м роддоме. Третий в 2,15 в 3-м роддоме. Всего же 8 жителей Удмуртии теперь будут гордиться отметкой в паспорте, что они родились 1 января. Свои итоги подвели сегодня и полицейские. В целом новогодние праздничные мероприятия, а их было более 2000, прошли в республике без больших происшествий. Что неудивительно, на них дежурило рекордное количество людей в форме. 1500 сотрудников органов внутренних дел и еще почти 1000 – это представители Росгвардии, народных дружин, ЧОПов и даже казаки. Криминальная ситуация в Удмуртии в эти дни также была на уровне среднестатистической. В период с 1 по 8 января в дежурной части УВД зарегистрировано 7155 сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 221 преступление, в том числе 2 убийства, 9 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Одно изнасилование, 5 грабежей, 79 краж, 24 мошенничества. Есть в списках МВД и образцовые районы-лидеры в Селтинском, Сюмсинском, Каракулинском и Красногорском районах за праздники не совершено ни одного правонарушения. И еще две цифры – постоянные спутники новогодних полицейских сводок. Из незаконного оборота за эти каникулы в республике изъято 577 литров алкоголя. А на дорогах Удмуртии сотрудниками ДПС задержаны 179 пьяных водителей. Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». И нынешние новогодние каникулы подарили нам два дополнительных дня отдыха в течение года. Так, выпавшие на субботу 1 января, мы догуляем уже в феврале, День защитников Отечества, будем праздновать 4 дня с 23 по 26 февраля. 4 дня также будем отмечать и День Победы. На 8 число решением правительства было перенесено 7 января, которое также выпало на выходные дни. Трехдневные периоды отдыха у нас будут в честь 1 мая, Дня России и Дня Народного Единства. Всего из 365 дней, 118 по календарю, это будут либо праздничные, либо выходные дни. И 8 из них мы уже отгуляли. В пенсионном фонде сегодня назвали точные сроки, когда российские пенсионеры получат единовременные выплаты в 5000 рублей. В первый после праздников рабочий день телефоны в ведомстве раскалились. Очень многие звонившие стали волноваться. Декабрьскую пенсию они уже получили, а вот единовременную выплату нет. Не стоит переживать. У нас сегодня уже стали поступать звонки, что пенсию уже получили граждане, а единовременные выплаты не получены. То есть единовременная выплата у нас будет выплачиваться с 13 по 27 января 2017 года. И поэтому ее получат абсолютно все. Но я еще раз повторю, что именно граждане, которые были по состоянию 31 декабря 2016 года получателями пенсии. При этом в фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 рублей вместе с пенсией. А те, кто получают или уже получили ее по графику с 3 по 12 число, получат единовременную выплату с 13 по 27 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз. С нынешнего января у государственных служащих начинает повышаться пенсионный возраст ежегодно на полгода до тех пор, пока не достигнет 63 лет у женщин и 65 у мужчин. Впрочем, это не единственное изменение, которое нам принес 2017. Появятся новые строчки в платежках, новые коммунальные штрафы, но кроме этого еще и возможности сэкономить деньги на госпошлине и время на полисах ОСАГО. Какие нововведения вступили в наступившем году, экспертов расспросила Марина Баля. Первые декады месяца позади еще немного, и мы получим коммунальные квитанции, а они другие, без строки ОДН. Теперь это будут жилищные услуги, отвечают за которые управляющие компании. И весь небаланс за отопление и освещение подвалов и подъездов будут платить не собственники, а УК. До июня нормативы остаются прежними. Разница, которая будет возникать между общедомовым прибором учета и суммой начислений по всем квартирам, она будет выставляться ресурсно-набжающей организацией управляющей компании. И здесь у управляющей организации возникает стимул, мотивация для того, чтобы этот ОДН был невысоким для собственников. Значит, управляющие компании возьмутся за тех, кто незаконно подключается к общедомовым коммунальным системам и химичит со счетчиками. По новому закону проверка индивидуальных приборов учета теперь будет в два раза чаще. Для нарушителей штраф вырос в 10 раз. Раскошелиться придется и тем, кто до сих пор без счетчиков. В каждой третьей квартире Удмуртии вода и свет заметно подорожают. Раньше начисляли норматив на количество проживающих, то есть, допустим, там два человека зарегистрировано, на них по 3 кубометра начисляли, и получалось там 6 кубометров на 100 рублей, условно говоря, 600 рублей. То есть сейчас будет в полтора раза дороже, вместо 600 рублей будет начислять 900. Такие вот стимулы для экономии в коммуналке. Похожие придумали и для того, чтобы привлечь россиян к госуслугам через интернет. Например, оформить гражданский или заграничный паспорт на портале госуслуг дешевле. Размеры государственных пошлин за предоставление государственных услуг в электронной форме снижены на 30%. Но должны соблюдаться два условия. Гражданин подает заявление в электронной форме через единый портал, а также оплачивает государственную пошлину тоже с использованием единого портала государственных услуг. Сравним. Выдача загранпаспорта через портал стоит 2450 рублей, а в подразделении по вопросам миграции – 3500. Через интернет дешевле и проще. Упростит всемирная паутина в этом году жизни автовладельцам. Полисы ОСАГО теперь доступны онлайн у всех страховых компаний. По данным Российского Союза автостраховщиков, в новом году 17 тысяч полисов уже продано через интернет. Марина Баль, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». А во всех православных храмах республики в эти дни продолжаются праздничные богослужения. Само Рождество в церквях было в этом году особенно многолюдно. Освященники отмечают, православный праздник становится по-настоящему семейным, а возраст прихожан, говорят, заметно снижается. Очень много детей было в этом году на ночном богослужении. Утром специально для тех, кто, может, уснул, опоздал, литургия была перенесена чуть попозже, и богослужение завершали, песнопение, богослужение Рождества завершал детский хор в нашей воскресной школе. Службы в храмах будут проходить практически все святки, так называются дни от Рождества до Крещения. Это время, говорят священники, милосердия и сострадания. В святке принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях, посещать детские дома, больницы и приюты. Около 40 комплектов рождественских подарков готовят в Ижевской епархии для бездомных подопечных проекта «Теплый кров». Уже сегодня каждый из них получит набор белья, гигиенический пакет, мыло и бритвенные станки и продукты. В морозные дни людям без крови пришлось особенно трудно. Этой ночью было 22 человека у нас. Много это? Ну, учитывая постоянное пребывание, как бы это меньше. Обычно приходит человек 30. Очень много людей отправили на работу, то есть разгребать мусор, пластик. То есть официальную работу устроили с проживанием. Очень довольны, я туда отзванивался. Людям нравится, то есть им там покупают продукты, они на заработной плате. Это специально ездил, узнавал. Очень довольны, не очень. 14 бездомных были трудоустроены только за последние 4 дня. Палатка «Теплого крова» продолжает работать на ключевом поселке. В Ижевске по-прежнему можно поддержать людей, оставшихся без крова продуктами или теплыми вещами. На площади возле Свято-Михайловского собора появились ледяные глыбы. В Ижевске началась подготовка к традиционному фестивалю ледяных скульптур. Он проводится уже в шестой раз и в этом году объединит порядка 30 художников из разных городов страны. К работе они приступят ближе к концу недели. Сейчас идет подготовительный этап. Нынче лед привезли 73 штуки, метр на полтора, а, на метр на два. Еще один день будем пилить, потому что холодно, лед трескается. Поэтому получается, что качество льда теряется. Оптимальная какая температура работает? Оптимальная температура, если без ветра, 12-10 градусов. Фестиваль посвящен празднику Крещения, так что готовые скульптуры появятся к 19 января и разместятся на трех площадках. Здесь, у Свято-Михайловского собора, в музее воды, это старая водонапорная башня на центральной площади и недалеко от парка «Березовая роща» возле родника имени Пригова. У меня на этом все. Информационный канал продолжит новости спорта. До встречи.